Так, ну что, друзья, у нас, собственно, почти закончен проект Пародия на Кипкрос Только сделан полностью Он здесь нержавейки Ну и все косяки Кипросовские здесь устранены То есть, передние амортизаторы здесь есть Дисковые тормоза, что спереди, что сзади Они тоже здесь есть Батарея здесь стоит 48 вольт на 10 ампер И хватает гораздо дольше, чем на Кипкросе Тут стоит 10 ампер 36 вольт Не хватает никак Просто не хватает и все Дальше, амортизаторы такие же, как на Кипкросе Только чуть-чуть длиннее И здесь, к сожалению, угол не рассчитан был И под мой вес их хватает Под детский вес их не хватает Малой, кстати, вот этот уже у нас тренируется Ездит радостный, довольный Дальше, по сиделке Первая тренировочная сиделка у нас была Сделана Понятно, что она выглядит не особо хорошо, комфортно Как на Кипкросе На Кипкросе сделан, скорее всего, полиуретан Плюс идет, получается, на пластиковой основе Здесь все это дело пришито С трепами или скрепками получается Кожезам Мы купили простой кожезам На Озоне Поролон на Озоне Ушло там копеечное количество То есть поролон обошелся там 4 рублей 800 Кожезам обошелся 600 рублей Но мы использовали всего лишь на 20% того и другого Даже поролона использовали процентов 10 Косяки, которые здесь есть Под батарейный блок Неправильно были рассчитаны крепления ушей верхних Именно крепежных частей Из-за чего у меня, получается, все это дело полопалось Я начал там пыжиться, крутить, вертеть Но в целом осталось поставить нам только крышку защитную И поставить здесь стопак Все остальное здесь отрабатывается хорошо Сейчас, подожди Сын попросил, короче говоря, сделать ему такой же второй Решили запустить проект Другой, как бензиновый Как бензиновый, что значит Ну помнишь, у нас есть еще один такой бензиновый Только форма вот такой Я сижу тут, и тут руль Тяжелый Короче, сын хочет, типа, как бензиновый Ну ладно, короче, суть в чем Так и тут большая коробка Вместе Ладно, подумаем Короче, у меня было идеи две Две мотивации Во-первых, это сделать Максимально компактный мотик То есть сделать, скажем так, сиделку Мы можем упустить практически до амортизатора Сделать ее более полугое По колесу, в связи с тем, что мы сделали рычаг слишком большой Слишком большой Можно этот рычаг укоротить практически вдвое А раз мы укорачиваем его вдвое То уши можно приварить напрямую, получается, к рычагу То есть к самой вилке К задней это раз Этого будет более чем достаточно По рычагу По мягкости будет гораздо лучше Работать амортизатор Ну и плюс видно, что здесь есть у нас небольшой запас Лицевой стороны Связанный под бак Порядка с 6-7 сантиметров И задним столько же можно сказать То есть мы можем, в принципе, сделать его гораздо компактнее По размерам Плюс, опять же, сейчас сидишь на уровне руля Не очень удобно Здесь получается в этом плане Более продуманно идет Вот и следующий момент Кстати, да, очень сильно привлекает внимание такая техника Потому что ее практически нету Но минусом С супермаленького мотика Детям сейчас самый раз Даже самым маленьким Четырехлетним он самый раз Мне на нем сидеть некомфортно То есть жопа и ноги Находятся в жатом состоянии То есть если я сделаю еще меньше по размеру Я на меня здесь не смогу И еще из плюсов В данном случае Плюс в том, что на этом мотике Я могу проехать 20-30 километров Без проблем Ну, в эконом режиме, скажем так, условно На этом я проехать даже 8 не могу Он полностью умирает Опять же, мы его делали с нержавейки Из-за чего? Из-за того, что здесь все сделано с нержавейки Все это дело ржавеет Потому что краска слетает моментально Там мы даже где-то там доваривали часть Потому что это все дело согнуло-спогнуло Здесь все сделано с толстой нержавейки Тут я еще не дошлифовал Дошлифуем, потом дополируем В общем, зная все нюансы кип-кросса Делаем все в два раза лучше А по деньгам получается В два раза дешевле, чем кип-кросс Сейчас кто-то скажет Там инструментов на целую кучу, знаний Какие-то нихрена не надо на самом деле Надо только лишь болгарку Нужен только лишь озон для заказов И сварочный аппарат Все, больше тут ничего не надо У Денискиного мотоцикла База колес База колес? Не помню, как это База колес, вот такой вот уже собрали Мотик электрический, классный Короче, он до 50 км летает с малыми Ну, это на первой передаче А вот этот садится на третьей передаче И он до 50 разгоняется Меня максимум вытягивает до 42 Больше моща не хватает у него В третьей включил? Все, включил И без шлема, да? Ну, да Ну, аккуратно, давай, ладно Только аккуратно, Максим, пожалуйста И помчал все сразу Детей всех объезжает, естественно Все ругаются, типа, что так Типа, вы позволяете детям Мотаться на таких дорогих вещах, мощных Шустрик Подошло, наверное, время еще Рассказать касаемо цен На данный, скажем, такой Питбайк, либо это просто Дизайнерский байк Как бы это сказать, даже хрен его знает Ладно Суть в том, что у меня сейчас второй сын Старший Скажем так, старший, да Попросил сделать то же самое ему Он не хочет кипкросс К сожалению, да, это факт Когда ты ездишь вот на таком самодельном Условно, скажем, Г Ты понимаешь, что оно гораздо лучше, чем тот же самый самодельный кипкросс Пару дней прошло времени Закончил я систему здесь Подсветки, сигнал Поворотники ставить мы здесь не будем точно То есть, тумблерок на повороты здесь не пригодится Такая штука стоит рублей где-то 600 Ручку я сейчас нашел У нас стоит, по-моему, в районе 2 тысяч рублей Я ее покупал в магазине специализированном за 3 500 То есть, здесь сейчас немножко сэкономлю То есть, фара Опять же То есть, можно включить, можно выключить То есть, это фиксированный У нас идет сигнал И опять же фару Поставил я на задний стопак Подключение Ну, решил сделать вот так вот Я понимаю, что скажут часто Да, так не должно быть У нас идет зеленый свет Вот Но хочется сделать что-то необычное Обычное делать не смысл Тем более, опять же, данный транспорт не ездит у нас по дорогам общего пользования Он ездит только лишь по тротуарам Либо по аллеям где-то мотаемся на нем Сигнал идет встроенный в фару Практически во всех фарах сигнал удовстроенный идет То есть, с фар выходит 3 проводочка Здесь ничего сложного нет Тут 4 провода, которые идут именно с косы свободные Они все отвечают плюсом За каждый элемент То есть, берем общий минусовой провод А остальные 4 подключаем По необходимости к фаре, допустим К поворотнику По необходимости также и сигнал Вот Ну и соответственно, с тем учетом Что мы здесь поставили Косу поставили Компьютер Соответственно, он сработает Стоп-сигнал Та же самая тема Да, он сейчас говорит Яркость говорит Лампа Поэтому Будет плохо видно Но здесь реально красный хороший свет Делал, опять же Кстати, почему он желтый у нас светится Интересно Прям аж Есть подозрение, что из-за яркого света У нас он Хотя нет, хотя это так Отображается На телефоне Да, телефон, конечно, плохо отображает Но видно хорошо и красный И зеленый оттенок цвета Если вкратце Что получилось Сейчас заказать Опять же Я покупал данную вилку Именно На озоне Она стоила 6500 К сожалению Она стоит Также 6500 Это вилка От Kirion C1 Pro По-моему Что-то в этом роде Она была Именно с осью Сейчас была Одна-единственная вилка Также на продаже На озоне Но ее там нету Заказал За такую же цену Без оси На Алиэкспрессе Не стал химичить Здесь есть уже Подшипники Здесь уже готовые Размерами все устраивают Тем более, что Она хорошо подходит По трубу С наружным диаметром 48.2 мм Ручку газа Заказал с компьютером 2000 рублей Сейчас тоже глянем Такая штука Стоит где-то Рубль 600 или 700 Коса В районе 500 рублей Стоит коса Это для распределения Проводов полностью Ручки Тормоза Не стал экспериментировать Также стал на озоне Они по-моему Там рублей Где-то по 800 По 800 Приблизительно Отдельно покупаем Рубашки Тросики Уже на велорынке Не заморачиваемся Вот эта штука Тоже куплю На велорынке Есть два варианта Подкрепление Стойки На 23.5 мм И на 25 мм Колпачок Шел в комплекте С вилкой Такую штуку Я заказывать не буду Я хочу ее сам На самом деле Напечатать Но опять же Форма Мне здесь не нравится Но мне нравится материал Он очень прочный АБС Сделан Хорошо Печатать Не факт Что так хорошо Здесь все сделаем Покрышки В этот раз Я заказал Тоже на Озоне Сразу комплект покрышек 1300-1400 рублей Тормозные диски По 400 рублей За диск Они по 500 рублей Стоят на рынке Не брал Я только лишь Единственное Это суппорта Пока еще не брал Потом отдельно куплю К сожалению Суппорт Вот такой стоит На рынке 1500 рублей Алик Либо Озон Плюс-минус Она будет такая же Суппорт Задний Продается только В специализированных Магазинах То есть Именно правый Суппорт Практически Сложно найти В каких-то Веломагазинах Либо велорынках Потому что Все что на велорынках Идет именно Левые суппорта Амортизатор Здесь стоит Дешманский Купим Что-нибудь получше То есть его я не покупал Мотор-колесо Также заказали На Озоне Потому что На Алике Мотор-колесо Стоит от 3500 Но там доставка По 8-9 тысяч Бредовая затея Трубу я не заказывал Еще Педальки Заказал Они стоят По 1200 Или 1300 рублей За комплект За пару Ну и соответственно Не заказывал Еще аккумулятор Пока По сути Мне осталось Только докупить Это сам руль Крепление руля Труба С нержавейки Она же пойдет На раму Рама Потому что По-другому Изменена полностью Здесь И плюс Подсиделку Ну и труба Которую Которую Нижняя часть 30 Диаметр 30 Стенка 2 Она в наличии У нее Есть ее Более чем Достаточно Отводы Тоже наличие Есть Ушки По-моему Комплект Уши есть Но я Не заказывал Полностью Все Что необходимо И соответственно Заказать Надо бы Также Еще Переднюю Ось И суппорта Сейчас На данный момент Уже Он вышел В стоимости Не считая Вот этих вот Вещей Потому что Это отдельно Уже куплено Было Запасов Очень много Потому что Нормально Сошью И еще Не печатал Кстати Крепление Будет печататься Также По факту Подсидения То есть Вышел Уже 21 тысяч Рублей Не забываем Что аккумулятор Будет стоить В себестоимости Около 6-7 тысяч Рублей Если заказывать То около 12 тысяч Рублей 48 вольт На 10 ампер Вот эти все Вещи с подсветкой Делаются самостоятельно Сложности Я здесь Не вижу Подключение Тоже Делается самостоятельно Замок Зажигания В наличии Он есть Их По-моему Два штуки У меня Разных Там есть Главное Ключи Детям Не давать У меня Самый Младший Попросил Ключ Чтобы Он Для себя Сберег И тут Собственно Можно Собрать Такой Мотик Подшипники У меня Точно Есть Болты Все Покупал С запасом Такие Болты Винты Тоже Есть Они Стоят Рубле 300 Или 400 То есть Это Все Есть По сути Осталось Немножко И будем Собирать Такой же Дачи То Показывает Напряжение Батареи Что Очень Хорошо Позволяет Контролировать Заряд Разряд Опять же Мне Нравится Что В отличие от Кипкросса Здесь Разряд Хватает Свою Жопу Покатать Минимум 20-30 Км В этом Плане Ссылки Оставлю Все В описании Обязательно Дальше Идем Здесь Немножко Не то Это Нам Не надо Дальше Коса Коса Вышла 741 Рубль Паяльник Нет Диск Передний 1769 Рублей Но Есть Небольшое Но В прошлый раз Я заказывал Диск Он был Вместе С покрышкой Камерой Стоил 3500 На самом Дели Покрышка Там была Ненужная Мне Поэтому От нее Толку Было Мало Я ее Снял Соответственно Помнял На свою Считаю Что Цена Адекватна Потому Что Покрышка Стоит В районе 700 Рублей 2400 Мне По сути Обошлось Переднее Колесо Управление Опять же Сигналом Светом И возможно Мы сделаем Поворотники 470 Рублей Что У нас Еще Из покупок Фара Вот Такая Фара Простенькая Не Стало Здесь Заморачиваться Во ночное Время Дети Ездить Не Будут Она Стоит Солоч 1000 Рублей Да К сожалению На Озоне Здесь Сложнее Следить Цена Образования Конечно Здесь Они Мутят Полной Поехали То есть Педальки Сколько Стоит 884 Рубля Именно Педали Они У нас Будут Не Складные Здесь Вот Эта Тема Вообще Сейчас Мне Непонятно Потому Что Я Заказывал Вилку Отменили Сейчас Подтвердили Снова То есть Получится Будут Двескать Вилки Собственно Есть Косяк Нездоровый Ну Как Ладно Если Что У нас Еще Третий Соберем Не Проблема Ручки Тормозные Под Тросик С Датчиком 775 Рублей То есть Полторы Тысяч Рублей Идет Комплект Идем Дальше Что Мы Заказали Комплект Покрышек 1315 Рублей И Мотор Колесо 6144 Рубля В принципе Считаю Что Без Ковыряния По Ценообразованию Цены Вроде бы Более Приемлем Да Как всегда По традициям Финал Это Объяснение Почему Наверное Этим Занимаюсь Иногда Бывает Нужно Вечерами Что-то Делать Чтобы Было Мышление Головы Плюс Такое Легкое Самоотверждение В том Плане Что Если Что-то Берешь Вечернее Хобби Вечерние Свои Занятия И В этом Плане Именно Такая Техника Она Помогает Развиваться Раз Я не Понимал Как делается Сделка Проблем С нет Вторая Сделка Будет Получше Надеюсь Потому что Первое Сделал Честно Без Понимания Как это Делается По Инструменту Кто Задает Вопрос Как Нужны Инструмент На самом деле Здесь Ни хрена Не надо Был 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 Лепестковые Шлифовальные Диски Четыре Не меньше Потому что Я здесь Зачищал Очень много Швов Чтобы Они были Более Менее Гладкие Приятные На ощупь И Полировал Войлочным Кругом Ну и Опять же По Сварке У меня Так Сложилось Профессионально Что У меня Есть Лазерная Сварочная Машина Можно Варить Без Проблем Без Особых Переживаний Как Аргон Тоже Самый Газ Вообще Своей Сложности Не вижу Итак Проще Купить Готовый Самокат И Разобрать На самом Деле Ни Хрена Нет Я уже Думал Там Батарея Будет Не Подходящая Ручки Идут Рычажного Типа Не Во всех Самокатах Делают Колодки Спереди Сзади Не Везде Можно Содрать Блок Управления Не Везде Можно Переделать Руль В общем Докупать Придется Еще Много Всего Опять Покрышки На Самокатах Мне не Нравится То есть Я Брал Именно Такого Плана Как будто Был Маленький Гоночный Мотоцикл Вот И Много Других Нюансов Берем С тем Самым Амортизатором Всем Остальным Тем Же Самым Педалем Придется Покупать Вот Поэтому Делая Выводы Опять же По Самокатам Большинство Самокатов Идет На 36 Вольт Крайний Случай Самокат 48 Вольт Стоит Дороже Чем Другие Версии Вот Поэтому Здесь Повторюсь Еще раз Тема Вечернего Хобби Когда Выделяешь По Одному Часу В день Там Пару Раз В Неделю И Течении Трех Четырех Месяцев Собираешь Такую Технику Просто Когда Выключаешь Телефон Именно Расслабиться Ребят Думаю Тема Понятна Надеюсь Кого-то Заинтересует Таким Хобби Либо Увлечением Как Всегда Большой Палец Вверх От Меня Собрать Еще Один Только Более Адекватно Более Интересно Сделать С Поворотниками И Предложили Из Крыма Сделать Именно Заместо Такого Пластикового Блока Под Батарейный Сделать Именно Из Нержавейки Разработать Конструктив Возможно Тоже Сам Солидворк Разработаем Какой-нибудь Красивый Бак Допустим Чтобы Было Комплексно И Под Блок Управления И Под Батарейный Блок И Соответственно Вырежет Из Нержавейшей Стали Сварить Потом Зашлифовать Заполировать И Получится Довольно Красиво Главное Чтобы Вес Не Сильно Увеличился Потому Что Данная Техника Весит До 15 Кг Кип Кросс Весит 25 Кг Данную Технику Легко Оттаскает Любой Мой Пацан Самый Маленький Сын Легко Перекатывает Кип Кросс Даже Для Старшего Тяжеловат Потому Что Все Таки 25 Кг Таскать На Себе Иногда Бывает По Лестнице Поднять Геморрный Процесс А С Этим Легче И Проще Все Ребят Всем Хорошее Настроение Всем Пока У нас Уже Десятый Час Ночи Надо Чухать Домой Отдыхать